Здравствуйте! В эфире новости Первоурайска в студии Алексей Вербицкий. И сейчас о главных событиях этого дня. В редакцию нашего канала сегодня обратились педагоги дворового клуба «Орленок» на улице Вайнера. Они стали свидетелями того, как неизвестные вырубают ели, растущие возле клуба. Почему эти деревья так дороги орлятам и кто стал инициатором вырубки, попытался выяснить Виталий Мотин. Давай еще вот эту веточку тоже вместе. Посмотрим. Забота об этих елях – традиция для педагогов и воспитанников дворового клуба «Орленок». Летом они проводят вокруг них субботник и зимой наряжают зеленых красавиц к Новому году. Территорию возле клуба озеленяли дети, посещавшие «Орленок» в 2012 году. Деревца высадили в честь 280-летия Первоуральска. Саженцы предоставило Белимбаевское лесничество, администрация дала разрешение на посадку. Сегодня дети и взрослые испытали шок. Четыре больших ели вырубили у них на глазах. 20 штук мы посадили, как сейчас помню, 28 апреля 2012 года. И вот мы постоянно за ними ухаживали, растили их. И, наконец-то, они у нас выросли. Но сегодня мы идем на работу и смотрим, у нас уже как-то подрубают наши елки. Мы вообще были в большом шоке с сотрудниками, с детьми. Сотрудники «Орленка» говорят, пострадали не только елки. Исчезли еще около 10 деревьев, росших рядом. Отстоять удалось только 9 елей. По мнению педагогов, вырубку организовали владельцы соседнего с клубом помещения. Собственник комментировать уничтожение деревьев отказался. Почему это все делается? И для чего? Без комментариев. Подавали запрос на это все дело? Или нет? Или как вы об этом знали? Соседник будет вырубать? Я не знал, что сегодня будет вырубать. Мы пришли и вырубили. Сотрудники дворового клуба ссориться с соседями не хотят. Переживают лишь, что завтра дети могут не увидеть и оставшиеся ели. Я живу напротив «Орленка». И я как будто живу в сказке, когда прихожу в «Орленок». Сразу эти елочки видны. Я хочу обратно вернуть елочки. Потому что я уже привыкла давно. Они такие красивые, хорошенькие. Теперь педагоги и воспитанники дворового клуба «Орленок» надеются, что те, кто принял решение убрать деревья, увидят их обращение и не тронут оставшиеся ели. Не зори, не купи, елки наши береги. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости Первоуральск. В Первоуральске продолжают предпринимать меры по стабилизации ситуации с качеством воды в домах горожан. В своем ежедневном отчете директор водоканала Артур Гузаиров рассказал о результатах лабораторных исследований проб воды, взятых по заявкам жителей, и других работах, проводимых на сетях водоснабжения и водоотведения. По результатам вчерашних отбора проб, все результаты оказались отрицательны, то есть ни одов, ни по мутности, цветности, все в пределах норматива. Сегодня у нас было три обращения. Это улица Сак-Вансете, 10, Чикалова, 32 и Емлин, 23. По всем адресам отобраны пробы. По результатам уже отбора проб, лабораторных испытаний будут предприняты все действия. Кроме того, сегодня работаем на улице Сойко-Смедемьянской, 7. Ремонтные работы в связи с порывом на трубопроводе холодного водоснабжения. Работы данные уже проведены, холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме. На водопроводе были устранены течи, значит, дополнительно был врезан кран на потребителя, который обеспечит ему в дальнейшем технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения. Кроме того, сегодня у нас проводятся промывки системой, автомобильной системой Акваджет. Это трубников 54-56 и адреса Советская, 8А. По канализации сегодня на утро было 12 заявок, 9 уже на настоящее время отработаны. Остальные в процессе работы, но основная проблема, это, конечно, неправильная эксплуатация канализации. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона по поручению Евгения Куйвышева в этом году направило почти миллиард рублей на ремонт дорог к деревням и селам. Ранее губернатор поставил задачу обеспечить круглогодичной транспортной связью жителей населенных пунктов Среднего Урала. Также улучшает транспортную доступность небольших населенных пунктов, помогает реализация наспроекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках благоустройства проводят там, где есть соцобъекты. К примеру, в этом году капитально отремонтировали участок дороги Ревда-Маринск-Краснояр. Завершается обновление продъезда к селу Большие Корзии на территории Артинского городского округа. В следующем году планируется закончить капремонт участка дороги на территории Ачицкого городского округа. Добавлю, что Свердловская область получила из федерального бюджета средства на ремонт дополнительных семи участков региональных дорог общей протяженностью более 50 километров. Среди них дороги, идущие по сельским территориям. Еще чище. На Первурайском новотрубном заводе ТМК запустили новое газопылеулавливающее оборудование в фасонно-литейном цехе. В подразделении изготавливают формы из кварцевого песка и огнеупорной глины для отливки запасных частей и инструмента для труб прокатных цехов. Фильтрующее оборудование улавливает и очищает воздух от частиц песка и глины, которые попадают в воздух в процессе сушки форм. В новых пылегазоулавливающих установках две степени очистки. Первая степень механическая, вторая степень – это степень чистовая. Через рукавные фильтры вся смесь проходит в воздух, очищается, и степень очистки достигает 99%. Все частицы пыли, глины и лепестка, которые очищаются, они обратно попадают в производство. Абсолютно полностью замкнутый цикл, при этом выходит только чистый воздух. Поезд добра из Первоурайска вновь отправился к воспитанникам детского дома в поселок Элим Шалинского городского округа. Активисты общественного движения «Город Первых» уже в восьмой раз приняли участие в благотворительной акции. Помогаем ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, привозим вещи, которые сдают наши горожане. Стоит отметить, что вот эту помощь центру оказывает не город «Первых». Эту помощь оказывает весь Первоурайск, ну и, конечно же, Первоурайский новотрубный завод ТМК, который помогает нам финансово приобрести то, что действительно для ребят необходимо. Помощь для детей и подростков эковолонтеры собрали во фримаркете. Это благотворительная площадка, куда можно принести пригодные для дальнейшего использования одежду, обувь, предметы быта, мягкие игрушки, а также взять что-то из предлагаемого ассортимента бесплатно. Помимо вещей, общественники подготовили для воспитанников социально-реабилитационного центра Элима средства гигиены, настольные игры и сладости – все то, что попросили в самом учреждении. Сейчас там проживают порядка 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. На встрече с детьми и педагогами эковолонтеры попросили подготовить им список того, что необходимо еще привезти в центр. В следующий раз активисты города «Первых» планируют навестить его воспитанников в декабре. Детям таких центров реабилитационных очень важна именно связь, понимание, что они не одни, что их любят. Выражаем огромную благодарность организации «Город Первых» за то, что они о нас знают, за то, что они помнят, не забывают за их помощь, ну, конечно, и заботу. Дарить добро миру каждый день – это главная тема форума, которую провели для женщин в Первоуральске. Чему учили жительницы городского округа и какие важные мысли до них старались донести организаторы встречи, расскажут мои коллеги. Женщина может успешно совмещать сразу несколько ролей. Например, быть заботливой матерью, любящей женой и востребованной сотрудницей, и при этом оставлять время для себя. Об этом говорят на форуме «Для женщин Первоуральска». Каждая из них пришла сюда со своей целью. Очень интересно, как бы, узнать что-то новое, к чему-то стремиться. Вообще, каждая женщина хочет, как бы, поменять что-то в своей жизни. Не всегда получается, а вот этот форум дает именно то, что нам нужно. Мы меняем свою позицию, смотрим на людей, которые действительно стали, ну, что-то поменяли в своей жизни, и вообще, как бы, это очень интересно. Форум объединил представительниц самых разных рабочих сфер – металлургов, педагогов, медиков, госслужащих – в зале собрались три поколения Первоуралочек. Это уже четвертый женский форум, который проводит правком Первоуральского новотрубного завода ТМК. В этот раз главная его тема – доброта. Он так и называется – про добро. Сегодня на нашем форуме мы затрагивали такие темы, как смысл слова, смысл поведения. Кроме этого, все-таки, как ни говори, семья без женщины быть не может. И вот нюансы семейных отношений, они тоже затронуты на нашем форуме. Ну и, безусловно, какой же женский форум без танцев. Кроме танцевального мастер-класса, для участниц форума проводят лекцию о важности прощения обид и признания любви к себе. Тренеры личностного роста рассказывают, как стать лучшей версией себя, а юристы – как не нарушать Семейный кодекс Российской Федерации. Также обсуждают современные тренды, говорят о работе социальных сетей, продвижении контента, создании постов и видео. А еще о том, как не стать равнодушными в виртуальном мире. То есть, есть такой принцип, я, например, только я, или я и моя семья, и больше мне ничего не интересует. И вот эта вот атомизация, она вообще мало к чему хорошему приводит. Если женщины России, если женщины Первоуральска будут поддерживать друг друга в решении каких-то проблем, вместе достигать каких-то высот и будут разделять друг с другом успех, это будет очень здорово. Большинство женщин участвует в форуме уже не в первый раз. Говорят, здесь им помогают познать и улучшить самих себя. Например, когда рассказывают о раскрытии потенциала, уникальности каждой личности, секретах счастливых семейных отношений и многом другом. Каждый спикер, который выступал сегодня, это те люди, которые, наверное, не встретишь на улице, и в своей ежедневной рутинной жизни мы очень многого не замечаем. А здесь подсветили какие-то моменты, что-то внесли доброго и настоящего в нашу жизнь. Встреча женщин, которые хотят сделать свою жизнь и весь мир лучше, длится 4 часа. А положительные эмоции от встречи продлятся намного дольше, говорят участницы форума. Светлана Вахмянина, Виталий Мотин и Екатерина Сердитых, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Месяцы упорной борьбы понадобились, чтобы выявить сильнейших. Первоуральские футболисты разыграли Кубок города. За путевку в финал боролись 9 команд. Какой из них в итоге достался спортивный трофей? Расскажем далее. Автозапчасти для УАЗ в новом магазине Автобюро. Оригинальные расходные материалы, масла и эксплуатационные жидкости. В наличии более тысячи наименований автозапчастей. Заводская гарантия. Все, что нужно для УАЗ в Автобюро на проспекте Ильича 11. Этот матч принципиален для обеих команд. Играют два извечных соперника Денур и Труппром. Это финал Кубка Первоуральска по футболу. Соответствует главному поединку турнира и атмосферы на стадионе. На поле слышна оглушительная поддержка болельщиков. Только вперед и только победа! Болеем, потому что это противостояние такое городское. И праздник футбола это когда играют Денур и Труппром. И это всегда интересно, всегда оживленно. Всегда есть болельщики. Всегда есть нерв, поэтому это классно. За Кубок Первоуральска боролись 9 команд. В финале, как поясняют представители Федерации Футбола Первоуральска, оказались флагманы городского футбола. Я думаю, что футбол с каждым годом у нас развивается. У нас, в принципе, количество команд примерно одинаково. Я думаю, что мы даже обходим все остальные города Северского власти, кроме Екатеринбурга. То есть у нас, что касается именно футбола большого, у нас вообще все хорошо. И в детском соревновании, и в возрастном. У нас мы развиваемся потихоньку и видим, самое главное, путь, куда двигаться дальше. В начале встречи команды выбрали осторожную манеру игры. К концу первого тайма счет был 1-1. Дальше футболисты начали играть активнее, регулярно создавая моменты у ворот соперника. Не обошлось и без нарушений за 90 минут. Главный судья матча показал 6 желтых карточек. Во втором тайме счет не поменялся, поэтому назначили дополнительное время. На сотой минуте Труппром выходит вперед. А дальше словно сценарий матча Лиги Чемпионов. Через 5 минут Динур сравнивает счет. Спустя еще 3 Труппром вновь забивает. И уже последний, решающий гол. Обладатели Кубка рассказывают, неделю назад победили в регулярном чемпионате города. Такое завершение сезона войдет в историю команды. Кубок города. Последний раз мы забирали в 2005 году. Брали и чемпионство города, и кубок, чтобы, так скажем, золотой дубль получить. Это было в 2005 далеко. Это прекрасное ощущение. Достоило того, чтобы столько времени двигаться к этому. В эти выходные команды вновь встретятся на этом поле. Но уже в финальной стадии чемпионата Свердловской области. Динур будет бороться за серебро турнира, а Труппром за третью строчку в таблице. Виталий Мотин, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. И на сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова